Штурм Измаила — это осада и штурм в 1790 году турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием генерала-аншефа Александра Суворова в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Штурм Измаила в 1790 году был предпринят по приказу главнокомандующего Южной армии генерал-фельдмаршала Потемкин. Решить эту задачу не смогли ни Репнин, ни Гудович, после чего Потемкин поручил задачу Суворову. Прибыв 2 декабря под Измаил, Суворов в течение шести дней вел подготовку к штурму, в том числе обучая войска штурмовать макеты высоких крепостных стен Измаила. Рядом с Измаилом, в районе нынешнего села Софьяны в кратчайшие сроки были выстроены земляные и деревянные аналоги рва и стен Измаила. Военнослужащие тренировались забрасывать ров, быстро ставить лестницы, после подъема на стену они быстро кололи и рубили установленные там чучела, имитирующие защитников. Суворов проинспектировал учения и в целом остался доволен. Но несомненно он понимал всю сложность штурма и его непредсказуемость. Еще в первые дни осады, только прибыв под Измаил, Суворов, неприметно одетый и на паршивой лошадке, чтобы не привлекать внимание турок, в сопровождении только одного ординарца объехал крепость по периметру. Вывод был неутешительным – крепость без слабых мест. Спустя много лет Суворов не раз признавался об Измаиле, в порывах откровенности, на штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни. Суворову и его штабу было понятно – турки будут стоять насмерть, тем более, что был известен приказ султана, где он обещал казнить каждого, кто покинет крепость Измаил. В Измаиле собрались остатки разбитых в Бессарабии турецких войск, которых султан за свои неудачи фактически приговорил либо погибнуть с честью в бою с русскими, либо с позором от своих палачей. В течение двух дней Суворов вел артиллерийскую подготовку, а 11 декабря в 5 часов 30 минут утра начался штурм крепости. К 8 часам утра все укрепления были заняты, но сопротивление на улицах города продолжалось до 16 часов. Потери русской армии составили 1879 человек убитыми и 2703 человека ранеными. Турецкие потери составили 26 тысяч человек убитыми и 9 тысяч человек пленными, из которых 2 тысячи умерли на следующий день. Были захвачены все орудия, 400 знамен, огромные запасы провианта и драгоценностей на 10 миллионов пиастров. Комендантом крепости был назначен 45-летний генерал-майор Михаил Кутузов. 24 декабря является днем воинской славы России, день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова.